Кто же это такой? Максим Галки! Добрый вечер, дорогие друзья! Мне сегодня очень весело выступать в таком замечательном концерте, где собралось столько талантливых юмористов. Я вообще очень люблю выступать, вполне искренне это говорю, люблю встречаться с публикой. Всегда приятно, когда узнают на улицах. Знаете, не верьте тем артистам, которые говорят, что Слава им наскучила, тяготит, поклонницы досаждает. Но это же всегда приятно, когда вот говорят, подходит, первый раз вас живым вижу. Действительно, узнают, когда... Я хотел бы вот о чем рассказать. Я уже давно заметил, ну, что наше телевидение... Что наше телевидение навязывает нам постоянно борьбу за существование. То голодом морят, то вот на необитаемом острове. Постоянно навязывают нам такую, знаете, борьбу за выживание. Последний герой, вы видели, вот новый выпуск, конец игры там, да? Вот они там борются за звание этого героя. Мне рассказали, знаете, там такой случай забавный произошел. Ведущий программы «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов «Нашел на одном конце острова каких-то жаб». Мало того, что он их нашел, он определил, к какому семейству они относятся и решил, что они съедобные. К тому же пожарил их и накормил Сташевского и Децела. Санитар эстрады такой решил подчистить. В результате, извините за подробности, Децела до сих пор проносят. Сташевский под капельницу лег. Я вам серьезно говорю, тяжелый случай был. Слава богу, все выжили. И мне невольно пришла в голову такая мысль. А что бы получилось, если бы наши известные политики попали на остров и боролись бы за это звание последний герой? Ну, естественно, ведущим бы в такой программе стал Владимир Владимирович Путин. Ну, вот, встречайте, посмотрим, что получится. Добрый вечер. Мы начинаем совет в племени пауков. Самыми живучими пауками оказались Лукашенко, Жириновский, Яблинский, Черномырдин, Новодворская, Шандыбин и Ельцин, Борис Николаевич. Напомню, тот, кто одержит победу, получит место в Госдуме или 3 миллиона рублей. Лучше все деньги. А как место в Госдуме получить, пусть Явлинский со своим яблоком думает. Эх, яблочко, куда ты кутишься? А-а-а, пропадешь, не воротишься, все. Успокойтесь, Владимир Вольфович. Итак, первый вопрос, который мы должны сегодня решить, это наше меню. Сегодня вы едите крабов. А-а-а, обожаю есть крабов. Их когда сваришь, они становятся красными, как коммуняки. Вы вообще, демократы, пожрать любите. Вон ваш гайдар под дождем с зонтиком идет, а щеки все равно мокрые. А-а-а. Чтобы сварить крабов, надо развести костер. Господин Явлинский, Григорий Алексеевич, вы деревья рубить умеете? А-а-а, нет. А что? Не. Учитесь, пока есть возможность. Всякое бывает. А-а-а. А может, Виктор Степанович, вы нам дров наколите? Что я должен... Что... Нет, ну... Что... 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 Колой, колой, дрова. Что, газа нет, что ли? Где газ? И вообще, вы знаете, вы... Вы мне можете вообще объяснить, где я нахожусь? Чья это дача? Нет, ну посмотрели участок, богато, красиво, действительно. Столько пальм завезли, песочек, так сказать, море подвели. Ну, с размахом сделано. Ну, когда уже в дом приглашать будут? Сколько можно? А-а-а. Хорошо, а что... А что из съестного нам предложит Александр Григорьевич Лукашенко? А я вчера ночью... В палатке нашел большую волосатую картошку. Ну, простите, это не могла быть картошка. Это был либо кокос, либо голова Жириновского. А-а-а, пустой внутри? Нет. Значит, кокос. Смотрите, смотрите, а что это за спортсмен в плавательной шапочке к морю бежит, а? Что за спортсмен? Успокойтесь, Владимир Вольфович, это не спортсмен, это... Шандыбин, и без шапочки причем. Шандыбин, Василий Иванович, не вздумайте плыть. А чего? Что чего? Кто вчера без спроса плавал на соседний остров, а? А почему вы думаете, что это я плавал? А кто, как не вы, если тамошние туземцы уже приносят жертвы портрету Ленина и называют москитов меньшевистской контрой, а? И вообще, Василий Иванович, с вашими именем и отчеством плавать плохая примета. Следующий вопрос. Нам сегодня предстоит выгнать с острова самого слабого, неприспособленного и нелюбимого вами игрока. А почему сразу Лукашенко, а? Давайте голосовать открыто. Вы, Александр Григорьевич, вообще радуйтесь, что находитесь на этом острове. Вас и сюда только после моей настойчивой просьбы пустили. А что я говорю, замечательный остров? Здесь на трех пальмах еды больше чего всей Белоруссии, а? Я тоже хочу голосовать открыто. Не люблю гадости за глаза говорить. Лучше по лицу, по лицу. Хорошо, какие будут кандидатуры? Я предлагаю сразу выгнать Новодворску и Ельцина. Что это? Почему? Потому что женщины пенсионеров принято пропускать вперед. Нет, а что вы так резко вздуздали? Я говорю, что у нас первое дело? Каждый хочет голословно в чужое дупло залезть. Что это такое? Что у нас Новодворску? Почему выгнать? Я вам скажу, я здесь уже больше месяца сижу, и мне Валерий Ильинич, что все больше и больше нравится. Что касается Ельцина, вода, он из леса выходит. Смотрите, кого я вам привел. Это же нарцисс Пьер. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Борис Николаевич, отпустите обезьянку. А какие у нас международные новости? А вчера на соседнем острове поймали Бусинского. Но нам не отдают, говорят, самим жрать нечего. Что вы слушаете этого Явлинского, а? Он же всех запутывает. Я перед отъездом в Думу задал ему вопрос, как мужика спросил, где в Думе туалет? Он мне как начал объяснять. Где, я говорю, в Думе туалет? А простите, зачем вам? Вы же с трибуны всех обкладывали. Я тебе сейчас очки разобью. Да он мне как начал объяснять, я через два дня вылез из шахты в Кемерово, а там Тулеев сломал. Слово, ссоримся. Слово, ругаемся. Давайте вступим в НАТО. И им новый член, и нам приятно. Сам понял, что сказал. Все, хватит. Последнее испытание. Кто выдержит, тот и герой. Найдите мне Березовского. Я чувствую, он здесь. Возьмите рогатину и потыкайте в дупло. И, наконец, самое последнее. С Нового года к вам возвращается ваш старый ведущий. Я уже устал. Ухожу. Шутка. Я здесь до последнего героя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова